Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, на следующей неделе, я думаю, у меня получится выбраться на рынок Лида де Езова. Мне самой очень будет интересно посмотреть на то, что там продают и предлагают. Традиционно рынки в Монте-Гротто-Термо, в Падуе, в Болонии, в Виченце и также в Вероне, где я снимаю с признанными моими зрителями, кто живет в Италии, самыми лучшими. Ну а сегодня очень интересное будет сравнительное видео. Я покажу вам вещи, которые я встретила на рынке, потому что поехала не столько снимать, сколько попрощаться с продавцами, с которыми у меня сложились хорошие отношения. Мы не увидимся два месяца. И на самом деле материала было у меня очень мало. Повторюсь, снимать я также и не собиралась, но кое-что мне снова понравилось и решила вам показать, каково было мое удивление. Хотя на самом деле ожидаемо. Я часто в своих обзорах с рынка говорю, подобные вещи мы увидим на стритстайле. Они будут прекрасно смотреться за ту цену, которую заплатили за них модницы. Это на самом деле просто находки. Например, платье за 20 евро, которое можно встретить на рынке, очень часто мы видим в том числе и на стритстайле. Ну и каково было мое ожидаемое, но все-таки удивление, встретить те же самые вещи в самых обычных магазинах Лида де Езела. Первая вещь, которую я хочу вам показать, это платье. На рынке оно было представлено в трех цветах. Белый, оранжевый и бежевый. Оно понравилось мне очень. И показывала я его примерно месяц тому назад. И я встретила это платье даже не в одном, а в нескольких магазинах Лида де Езела по той же самой цене. И приятным моментом было, что в Лида де Езела оно представлено также в очень модном в этом сезоне в цвете Lime. Я его даже примерила и могу сказать, что в примерке это платье мне не понравилось. Много раз показывала вам за 10 евро подобные платья, которые здесь продаются за 20 евро, то есть цена в два раза выше. Это платья в стиле комбинации, длинные, имеют характерную диагональную полосу шов. Эти платья этим и отличаются. Прекрасные эти платья за счет цвета смотрятся в движении. И много раз мы их видели на стритстайле. Следующая вещь, которая мне очень понравилась на рынке, это вот такие топы из ткани, выполненные с сатиновым блеском. Я обратила внимание, что у них очень хорошо и красиво сделаны бретельки. Подобные топы очень красиво сочетаются с джинсами. Как многие заметили по моему личному локбуку, я сама люблю носить неженственный низ в виде джинсов, в виде денима, возможно, бойфренд. И очень женственный верх в виде романтичных блуз, в виде вот таких топов. Эти топы я тоже встретила в магазинах. Стоят они тоже несколько дороже и представлены в самых-самых разных цветах. Снова платье комбинации с характерной диагональю по подолу. Нашла я его тоже в разных цветах в магазинах. Стоит дороже, чем на рынке. Повторюсь, на рынке подобное платье можно было купить за 9,90, а возможно, за 12 евро. Все зависело от того, где вы его встретите и найдете. Вот такое платье с характерной фронтальной полосой. Тоже мы много раз с вами видели на рынке. Как раз-таки розовое в прекрасном цвете фуксии. Я показываю вам, засняла его на рынке. На самом деле, очень часто, по крайней мере, в этом видео сложно понять, где я снимаю. Настолько рынок бывает хорошо обустроен. Но это все рынок-рынок. Очень много комбинезонов. Они мне тоже понравились. Цена 20 евро. И эти же комбинезоны трикотажные, хлопковые я встретила в том числе и в Лида де Езела. И вот я уже в магазине в Лида де Езела и показываю вам платье. Очень красивая у него расцветка, красивая деталь по подолу. Подобные платья я тоже встречала и показывала вам в более ранних роликах. Но сегодня я обратила внимание на другое красивое платье. Сейчас я его примерю. Это платье было выставлено в витрине магазина. Захожу внутрь и снова нахожу платье комбинации с характерной диагональной полосой, в том числе и в этом магазине. Здесь же также встречаю платье, которое я на рынке видела, которое я примеряла в другом магазине в оранжевом цвете. Цена та же самая. Но примерить я решаю платье в золотистом цвете. Оно выполнено в виде плесе. И на самом деле это безусловная находка. Единственное, что в магазине эта находка стоит 39,90, почти 40 евро. Это платье имеет очень глубокий вырез. Имейте в виду, если вдруг встретите его на рынке, не будет возможности примерить. Оно из-за того, что выполнено из трикотажа, скажем так, провисает очень сильно. Но зато это платье будет очень красиво смотреться с верхом от купальника. На мне как раз таки купальник. Лямки в принципе можно подтянуть. Сейчас мне помогут это сделать. Платье будет очень красиво смотреться. Встретите его на рынке за меньшие деньги. А наверняка встретите. Берите, не раздумывая. Кстати, это платье поразило меня своим составом. Это вискоза плюс нить ламе. То есть это не стопроцентный полиэстер, как может показаться. Это платье шикарно в движении будет смотреться. Оно очень красиво из-за того, что как раз таки любимое здесь в Италии нить люрекс используется. Если бы я встретила это платье на рынке за меньшие деньги, думаю, что я бы его купила. На рынке я также увидела большое количество красивых расцветков, недорогих платьев. Все зависит опять же от длины, от того, сколько ткани было использовано. Но в целом такие платья можно купить в диапазоне ценовом от 25 до 35 евро. Эти платья будут шикарно смотреться. При ближайшем рассмотрении, да, где-то косая строчка, где-то она вообще отсутствует. Но в любом случае, это стопроцентный хлопок. Эти платья будут очень-очень эффектны. Как вы видите, платье-рубашка – это самый популярный тип платья. И платье-рубашка стало многоярусным в этом сезоне. Эти платья представлены повсеместно. Повторюсь, за совершенно разные деньги можно их приобрести. Какие-то будут стоить чуть дороже, чуть дешевле. Часто характерной деталью является вот такой пояс, прямо-таки веревка. Либо пояс из кожи заменителя. И эти же платья я увидела, посмотрите, в том числе и в магазинах. Хотя, опять же, повторюсь, иногда по съемке очень сложно понять, где я снимаю. Но вот это платье, оно идентичное. Стоит дороже. С таким же ремнем-веревкой я встретила в магазинах Лида де Езела. На рынке также широко представлены различные плетеные сумки. И стоят они в районе 10 евро. Сейчас, кстати, уже многие развалы на рынках начали скидки. Рынок вообще очень быстро реагирует на все новое. И на рынке очень быстро и скоро начинаются скидки летние. Поэтому подобные сумки можно купить действительно за небольшие деньги на рынке. И такие сумки представлены в том числе и в магазинах Лида де Езела. Что вполне-полне понятно и логично. Цена, конечно же, выше. В ходе этого обзора я совершенно четко вижу, что цены очень сильно отличаются на рынке и в магазинах. И зачастую это даже больше, чем в два раза. Кстати, на рынке я встретила вот такое красивое платье. Посмотрите, оно очень аккуратно сделано. Обычно платье-рубашка на рынке, точнее, платье-рубашку, купленную на рынке, выдают как раз-таки воротниковая зона. Там бывают проблемы со строчкой, с нитками, которые торчат. Это платье сделано очень аккуратно, очень красивое, короткое, как я люблю. Я его не купила, потому что у меня уже просто очень много одежды, но это платье мне очень понравилось. Возможно, кто-то вспомнит девушку с тридстайлера в такой накидке. Помните, золотые вещи шикарно смотрятся летом. Единственное, что их сложно носить, потому что люрексная нить все-таки, это нить, которая делает ткань менее воздухопроницаемой. В любом случае, эти накидки я не стала снимать на рынке. Я подумала, что в Лиде Де Езелла я уже их не встречу. Они были модными, так сказать, года два назад. Их носили поверх купальников, их носили поверх джинсовых шорт. Смотрелись они очень эффектно. Их встретила я на рынке, и встретила их в том числе и в Лиде Де Езелла в магазине. Продолжая тему люрекса, хочу сказать, что я увидела очень красивые платья. Это американская прайма, и эти платья в красивых цветах представлены. Могу сказать, что если вдруг увидите на рынке, примерьте, эти платья плессированные очень эффектно смотрятся. Они смотрятся несколько дороже, чем те деньги, которые были на них потрачены. Кстати, я снимала на рынке очень хорошего качества тюлевые юбки. Именно такие, которые я сейчас держу в руках. Их тоже можно было купить в районе 19 евро. На рынке они стоили, здесь они стоят в районе 25 евро. Это те же самые юбки. Единственное, что этикетка отличается. Но это распространенная ситуация, когда на один и тот же товар, идентичный абсолютно, отшитый в одном и том же месте, нашиваются разные этикетки в зависимости от того, кто платит за этикетку. Это, в общем-то, распространенная ситуация, абсолютно легальная. В Лиде Де Езелла я встретила магазин, где была представлена марка. Это марка Gigi, на мой взгляд, какая-то новая итальянская марка. Кстати, очень интересные вещи у них. И эти вещи представлены во многих магазинах, где я снимаю. Например, в магазине Романо. И я могу сказать, что эту марку я встретила на рынке, на развалах остатки сладки. Так же, как и предыдущая марка, этикетку, которую я вам показала, совершенно с ней не знакома. Тоже часто ее можно встретить на развалах, где представлены остатки из магазинов. И посмотрите, марка Gigi, представлены также юбки и топы в пайетках. Они абсолютно идентичны по размеру, по качеству тем пайеткам, которые я себе купила. Например, такой топ я купила за 10 евро. Также купила себе юбку. Многим тоже она понравилась в черном цвете марки Gigi. Изображение этой юбки у меня не сохранилось, поэтому покажу вам топ, который я также купила на рынке. С удовольствием ношу, кстати, джинсы в этом небольшом отрезке видеозарисовки, примерки тоже с рынком. Ну что ж, мои прекрасные зрители, в который раз мы смогли с вами убедиться, во-первых, в том, что на итальянском рынке действительно можно классно одеться, если уметь выбирать и иметь достаточное терпение, чтобы покопаться во всем том изобилии, которое представлено. Ну и мы также смогли убедиться в том, что цены на рынке все-таки ниже на абсолютно идентичный товар. Очень часто ниже в два раза, как минимум. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Желаю всем хорошего настроения, прекрасного теплого лета. Очень скоро увидимся. Всем пока-пока.